Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты на календаре 2 июня среда. О том, какую погоду ждать впереди, вы узнаете прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Далее мы расскажем о главных событиях, происходящих в жизни республики. В общественной палате Карачаева Черкесии подвели итоги прошедшего во Владикавказе форума сообщества. Это своего рода площадка, на которой проходит прямой трехсторонний диалог между обществом, бизнесом и властью. В канун Международного дня защиты детей Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии запустило ставшую уже традиционной социально-информационную кампанию «Приставы детям». Высшую ступень пьедестала заняли сразу четыре борца из Карачаева-Черкесии. На чемпионате Европы по самбо наши ребята завоевали две золотые медали. Аскерби Гербеков и Азамат Попшов прибыли на родину. Республиканский детский дом для детей-сирот в честь Международного дня защиты детей посетили персонажи из мультфильма «Трикота» и ребята всероссийского конкурса «Большая перемена». Подробности у Альбины Курочиновой-Кенжевой. Республиканский центр дополнительного образования детей и школа номер 6 Черкеска решили устроить сюрприз воспитанникам детского дома в рамках акции «Добрая суббота». Они привезли детям фрукты и сладости, ну и, конечно же, позитивные эмоции. Участвуют в этой акции конкурсанты «Большой перемены». Сегодня приехали сюда ученики школы номер 6 городской, города Черкеска. Все они являются участниками «Большой перемены». Второй раз проводится этот конкурс в России. И вот дирекция «Большой перемены» и наша организация решили подарить детям такой праздник. Педагоги говорят, многие дети, которые находятся в детских домах, не могут раскрыться. Им необходимо проявить себя. В семье ребенок всегда может воплотить свои способности. А сиротам нужно помочь. И именно такие встречи и сюрпризы дают уверенность и отличный настрой в будущее. Безумно любим этот день. Наши дети его ждут с радостью. Это всегда праздник, это всегда море сладостей, море позитива. И вот такой вот счастливый день для наших деток. Мира всем детям. Каждому ребенку иметь любящих родителей, а нашим детям обрести любящую семью. Это самое главное. Мы приехали сюда с целью дарить добро и радость детям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. Коржик и Карамелька из мультфильма «Три кота» развлекали детей шутками, танцами и песнями. Я желаю всем детям счастья, любви, здоровья, много-много радости, чтобы улыбались почаще. Нам понравился очень праздник, было очень весело. Нам показали новое что-то. Ребята пожелали, чтобы таких представлений и сюрпризов было в их жизни гораздо чаще и больше. Праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей, было наполнено веселым детским смехом, сияющими глазками и улыбками. Альбина Курочинова-Кенжева, Расул Бердиев. Вести Карачаева-Черкесия, микрорайон Московский, Усть-Джигутинский район. Далее информационный эфир в 9.00 продолжит выпуск на карачаевском языке, а мы встретимся в 9.34. Оставайтесь на канале «Россия». Театр кошек Юрия Куклачева с юбилейной программой «Зов джунглей». 7 июня, Черкесск, Дворец культуры. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Ластерика. Удивительное эксклюзивное шоу с 12 июня в Кисловодском цирке. На маниже пингвины, эквилибристы, кенгуру и легендарный клоун Май. Касса 2.96.58. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! В Северокавказской государственной академии прошло торжественное мероприятие, посвященное 30-летию образования кафедры эксплуатации и технический сервис машин. За эти годы десятки преподавателей и сотни выпускников внесли весомый вклад в развитие технической научной мысли и улучшение качества обслуживания огромного спектра современных машин. О кафедре, о празднике и подарках расскажет Мураджан Кызов. Для кафедры эксплуатации технический сервис машин 30 лет – это время бурного развития, достижений и новых открытий. Отметить такое важное и радостное событие собрались преподаватели, выпускники разных лет, студенты и приглашенные. Кафедра была создана в 1991 году. В этом же году прошел первый прием студентов на специальность автомобилей и автомобильное хозяйство. А в 2001 году открыта новая специальность организации безопасности дорожного движения. В настоящее время здесь работает доктор наук, 7 кандидатов наук, всего 11 преподавателей. Благодаря их усилиям создана современная лабораторная база по всем специальностям. В приветственном слове руководитель профильного ведомства Мурат Аргунов сообщил, что будет создана дорожная карта по взаимодействию всех структур, начиная от ГИБДД и до сервисных центров, с привлечением специалистов министерства, квалифицированных кадров выпускаемых кафедрой и научного потенциала академии. Было предложение от нашего министерства, чтобы мы с вами составили некую дорожную карту по взаимодействию. Я знаю, что с ГИБДД очень активно взаимодействуете с предприятиями, но в наше министерство входит еще Министерство промышленности, транспорта и энергетики. Все эти отрасля заинтересованы в получении высококвалифицированных кадров. И сегодня нам необходимо с вами отработать те механизмы, это и с педагогическим составом, это и со студентами, для того, чтобы мы в новый учебный год шагнули с новыми идеями. За время существования кафедры подготовлены сотни специалистов высокого уровня. Многие из них добились значительных успехов, являются руководителями предприятий. Моя профессия многопрофильная, она начисляет более 10 прямых направлений и профессий. Соответственно, без работы не останусь. И довольно интересная профессия, я считаю, по моему мнению, создаю безопасность дорожного движения для водителей, также и для граждан. Кем они могут трудоустроиться в последующем? Это автотранспортные предприятия, диспетчерами могут, руководителями предприятий автотранспортных, могут создавать свой собственный бизнес как автосервис. В этом направлении мы одно направление. Другое направление – это организация и безопасность движения. В этом направлении наши выпускники работают и присутствуют здесь на юбилее. Это Ространснадзор, ГИБДД. В этих направлениях они занимаются профилактическими работами по организации и безопасности дорожного движения. Много добрых и теплых слов было сказано в этот вечер в адрес и самой кафедры, и о успехах, и о людях, творивших ее историю на протяжении трех десятков лет. Многие награждены почетными грамотами и благодарностями. Юбилейное мероприятие продолжилось праздничным концертом – музыкальными, вокальными и танцевальными номерами. В следующем году наша республика отметит свое столетие со дня образования. В рубрике «Наше наследие» мы хотим рассказать вам о человеке, ставшем инициатором создания Карачаева-Черкесии революционерей и ученом. У Марии Алиеве материал Шерифат Лепшоковой. Имя Умара Алиева прочно ассоциируется с революцией. Большевик и коммунист, лично знавший Ленина, он был одним из первых, кто боролся за власть Советов на Кавказе. Но Умара Алиев также основоположник Карачаева-Балкароведения, давший старт для дальнейшего изучения национального языкознания. Его память убековечили в парке Черкеска в ряду революционеров, пламенных борцов за советскую власть. Но как, имя Умара Алиева стало почти нарицательным в республике. В честь него названы улицы, в родном Карчурте есть музей, а Карачаево-Черкесский университет по праву гордится тем, что носит имя просветителя. Человек незаурядного ума и способностей, Умар Алиев родился в колыбели Карачаев. Казалось, судьба мальчика из бедной семьи была предопределена. Пости скот и бороться за выживание. Но и таков был Умар. Лучший ученик начальной школы в 11 лет решается бежать из дома, чтобы продолжить учебу. Один по перевалам мальчик пешком дойдет до Нальчика, чтобы учиться в Медресе. Так начнется его взрослая самостоятельная жизнь. Умар Алиев изучит арабский, фарси, позже еще несколько языков, получит высшее духовное образование. 17-летним юношей он начнет преподавать в Дагестане, затем в Татарстане, Грузии и Азербайджане. Везде он будет видеть беспросветную жизнь бедняков. Так в жизнь Умара Алиева появятся марксистские кружки, знакомство с Кировом и Арджоникидзе. После 17-го года он будет бороться за установление новой власти на Кавказе, руководить отделом горцев при Наркомнации, а затем возглавит чрезвычайную комиссию. В 21-м году по инициативе Умара Алиева будет поднят вопрос о единой Карачаево-Черкесии. Получив поддержку населения, он возглавит делегацию на встрече с Лениным. Итогом станет декрет в ЦИК от 12 января о создании Карачаево-Черкесской автономной области. Но что узнают жители республики об этом памятном дне, да и о самом Умаре Алиеве. Соратник Ленина был во времена революции. Конституцию Российской Федерации вместе с Лениным он разрабатывал. Какой-то заслуженный человек нашей республики. Герой. Улицы же есть он у Морали. Герой войны. Видел где-то памятник, что-то такое. И так присмотрел, думаю, помню улицу такую. Человек незаурядных способностей. Умар Алиев стал автором больше 50 книг и статей. Его перу принадлежит историко-этнографический отчерк Нагая, Каранугае. Он исследует национальный вопрос и национальное просвещение на Северном Кавказе. Напишет историко-этнографический и культурно-экономический отчерк Карачай. В огромный труд в 300 страниц будут собраны важные сведения о географии Карачая, его покорении, быта экономики. В своей книге Умар Алиев поднимет и острый вопрос межнациональных отношений. По его мнению, проблема заключалась в стандартной политике царизма, стравливавшего народы Кавказа между собой. Много сил Умар Алиев потратил в основании Карачаевской лингвистической школы. Работал над созданием алфавита на основе латиницы. В 1928 году в Ростове выйдет его книга о принципах составления карачаево-балкарской грамматики. Чуть позже в Кисловодске он издаст карачаево-балкарскую грамматику. Еще десятки работ на эту тему. Остались неопубликованными его словари, а также диссертационно работа на соискании докторской степени по современной экономике Соединенных Штатов. Человек, преданный делу своей жизни, интеллектуал. В 1937 Умар Алиев попал под жернова репрессий. В этот период он преподавал в Московском университете арабский язык и карачаевский в студии ГИТИСа. Умар Алиев был арестован на своей подмосковной даче и через год расстрелян. Судьба человека, опередившего свое время в эпоху сталинизма, была притрешена. Семья Богачевых из Карачаевска, пожалуй, одна из самых творческих в нашей республике. Все ее члены занимаются художественными промыслами. Чуть ранее в нашей программе была женская часть семьи, а сегодня гости нашей программы – глава семьи Муслим Богачев и его сын Умар. В эти минуты в нашей студии они расскажут и о своих увлечениях, и, конечно, творческих задумках. С ними встретилась Белла Джазаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Муслим. Доброе утро, Умар. Доброе утро. Рада видеть вас у нас в гостях. Вот совсем недавно я встречалась с вашей второй половиной, с женской половиной вашей семьи, с мамой и с твоей сестренкой. В общем, вы семья художников. Все увлечены художеством. Кто-то декоративно-прикладным, кто-то с живописью, кто-то лепкой. Значит, с ними мы говорили о их творчестве. Теперь поговорим о вашем творчестве, познакомим наших зрителей с вашим творчеством. Муслим, наверное, обращусь к вам. Я знаю, что вы делаете мебель. Я знаю, что вы делаете рамы картин красивые. Я знаю, что вы делаете спилы. Вот откуда истоки вашего творчества? С детства увлекаетесь? Да, я как-то с детства любил. Подручные вещи делал. Я в Ауливу, в Верхнем Тибирде. Я делал палки, чтобы барашек ловить там. Сам? Да, ручки для кунтов. Я еще маленький был, примерно его ровесником. Как-то оттуда пошло, 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 пошло. И по жизни тоже встретили художницу. Да, да, да. Это, наверное, усугубило вашу деятельность. Да, это все, это уже все перевернуло. Умарчик, хочу у тебя спросить. Я знаю, что ты лепишь. Да. Вот сегодня ты принес свой вертолет из дерева. Да. В общем, тебе никуда не деться, тебе тоже, наверное, надо быть художником. Ты подумываешь о том, чтобы стать художником? Или будешь что-то другое выбирать? Ну, я хочу стать врачом. Ах, врачом, как интересно. А каким врачом? Я еще не подумала, еще. Наверное, стану хирургом или чем. А это будет просто увлечение? Да. Да? Ну, то есть ты уже насмотрелся дома вот на все это дело и решил выбрать себе другую профессию, правильно? Спасать людей. Да, спасать людей. Муслим, я знаю, что у вас огромная страсть к тыквам. Вот они перед нами лежат. Они очень таких причудливых форм, очень интересных форм. Откуда такая вот любовь? Ну, не знаю. Это как бы мускатная декоративная тыква. В русске ее называют кубушкой, корлянкой. По-корочайски их называют куток. Ну, не знаю. Я люблю выжигать орнаменты. Ищем, смотрим, разные орнаменты находим. То сами придумываем. Как бы и нервы успокаивает. После рабочего дня сидим дома. А где вы находите их? Где они растут? У нас дома. Сами сажаем, сами выращиваем. А как вот эта технология, расскажите, происходит? Это же хрупкий материал очень. Вы сушите это, а потом делаете орнамент или как? Она, если вовремя посадить ее, она дозревает. Она так, когда она зеленая снежа, она изъюдобная. Это как тыква на самом деле. Это как мускатно-декоративная она. Ее просто раньше мне стало интересно. Ее раньше использовали для кисломовочих продуктов. Она в ней держится, как в термосе. Стало интересно. Начали сажать, выращивать. Она хрупкая, но не настолько хрупкая она. Ее можно использовать как сосуд. Все орнаменты, я смотрю, разные. Где вы их находите? Или вы сами их придумываете? Так как-то с головы все. Не знаю. Как-то так получается. Я не могу это контролировать. Идешь, берешь и пошел, пошел, пошел. Ну, в основном это какие-то старинные орнаменты, да? Ну да, старинные орнаменты. В основном это вот мы обычно смотрим. В национальных платьях их много. Разные орнаменты, разные. Например, здесь есть орнаменты интересные. В старинных книгах. Ну, сейчас у нас интернет, у нас сейчас новые технологии. Можно поискать материал. Ну, что-то где-то сам придумываю. Ну, больше всего вам чем нравится заниматься? Мебель, вот эти кубышки? Ну, я люблю, конечно... Я не могу сказать, что я мебелью так занимаюсь масштабно. Я люблю заниматься, конечно, мебелью. Ну, полностью. Интерьер. Я в год один-два интерьера сделаю. Как бы для души. Мебелью, конечно, я люблю заниматься. Ну, все-таки это дерево. Вот ваша деятельность, ваша любовь, ваша страсть, как говорится, это дерево. Да. Меня один человек к этому привил сейчас. Его уже в живых нету. В других ипостасях себя не пробовали? В других жанрах декоративно-прикладного искусства? Нет, не пробовал. Не пробовал. Никак-то не хочу менять направление. Я люблю дерево. Она теплая. Родное, дорогое. Родное, дорогое, да. Дерево – это дерево. Не знаю. А вы не планируете свою персональную выставку? Ну, планируем, да. Планируем. Что будете выставлять? Мы хотим все. Мы раньше много выставлялись. Это будет семейная выставка? Семейная выставка, да. С Ларисой Чумаевой. С вашей супругой. Да. У нас уже... Ее национальное платье, ваши кубышки. Да, все, что мы делаем. Мы хотим даже привлечь их. Я представляю, что у вас творится в квартире. Это, наверное, художественный салон. Нет, это не квартира. Это уже мастерская. Ее нельзя назвать квартирой. Потому что кто к нам приходит, они... Все представлено. Да. Просто все можно увидеть. У нас сейчас дача еще. Там у меня все завалено деревом, корягами. Творческие споры бывают? Бывает иногда, да. Бывает, да. А на мне одно, я другое. Ну что ж, я желаю вашей творческой семье дальнейших успехов. Спасибо. Вдохновения. Спасибо большое. Спасибо, что приехали. Спасибо вам. Удачи вам. Спасибо. Удачи тоже вам. Ну а сейчас о дне здорового питания. Несмотря на обилие общедоступной информации, многие люди, склонные к избыточному потреблению пищи, диетологи придерживаются несколько принципов здорового питания. Рацион должен быть максимально разнообразен и включать в себя все группы продуктов. Также необходим режим питания принимать пищу от трех до пяти раз в день равными порциями в определенное время. День здорового питания – это прекрасный повод осознать и взять на себя ответственность за сохранение и укрепление собственного здоровья. В Республиканской детско-конно-спортивной школе прошел праздник, посвященный Дню защиты детей. Главными гостями на нем стали особенные дети, дети из многодетных семей, воспитанники детско-юношеской спортшколы по конному спорту. Организацию мероприятия взяла на себя «Единая Россия» при финансовой поддержке Джишарбека Узденова, министра природных ресурсов и экологии республики. От имени Рашида Тимрезова руководство республики с праздником присутствующих поздравил спикер парламента, руководитель регионального отделения «Единой России» Александр Иванов. Ребятам была организована концертная программа с зажигательными номерами. Детвора и их родители остались довольны праздником, благодарили организаторов и с удовольствием фотографировались в фотозонах, оформленных в сказочном формате. Как отметил депутат парламента Хасан Клубиев, который является создателем и на протяжении многих лет куратором детской конно-спортивной школы. Все, что делается в ней с первого дня, делается для детей. Занятия бесплатные для детей с ДЦП и аутизмом существуют группы с инструкторами. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов. Ну а в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей» с ведущим Ашемезом Пхешковым. Хорошего дня и до встречи! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»